всем привет всех приветствую на первом докладе нашей конференции с вами Алексей Веселовский и Петр Советов. Петр, поприветствуй зрителей. Всех рад приветствовать. Основные области интереса Петра это технологии компиляции синтез программ, причем интересы как теоретические, так и практические. Есть некоторые практические результаты. Он создал несколько DSL компиляторов для DSL-процессоров и спецпроцессоров. Также он преподает в R2 MiREA и интересуется компьютерной историей. Сегодня Петр нам расскажет доклад с очень интересным названием «Автоматизация программирования в СССР». Звучит несколько необычно. Ну что, Петр, я предлагаю перейти сразу к докладу. Доклад большой, объемный, так что времени нам понадобится много. Начнем. Да, конечно. Алексей, спасибо большое за вступление. Итак, ну еще раз поприветствую. Теперь я уже скажу здравствуйте, дорогие товарищи, учитывая контекст моего доклада. Итак, автоматизация программирования в СССР. Вообще-то, это даже не один доклад. Я задумал целый цикл докладов. И, в общем-то, цель этого цикла — напомнить о красивых, но забытых алгоритмах. При этом я, увы, не буду уделять внимания биографиям их авторов или устройству учредительных машин тех древних эпох. И сегодняшняя часть, первая, называется «Программирующие программы». И я затрагиваю 50-е годы. Ну, о чем можно поговорить в контексте 50-х годов? Ну, во-первых, я скажу, что сегодняшний доклад делится на четыре секции. И первая секция называется «Программирующая программа» или «ПП-2». Что такое программирующая программа? Это, собственно говоря, тот же самый компилятор сегодняшний, то есть программа, которая программирует другую программу. Откуда вообще можно узнать о ПП-2? Допустим, если вы, ну, положим, англоязычный исследователь. К счастью, есть совершенно замечательная статья, работа Кнута о первых языках и компиляторах. И там есть очень интересная таблица. Вот я ее здесь привел. В таблице много забытых языков, первых компиляторов. И вот можно посмотреть на те пункты, которые отмечены красной галочкой. Написано «ПП-2», указаны авторы. Вот я иду по строке. Вижу год создания, 54-й. И далее я двигаюсь до конца колонки и вижу фразу «Оптимизация кода». Это то, в чем, собственно говоря, программирующая программа 2 была первой. Ну, тут еще можно заметить, что после нее еще идет какая-то ПП 55-го года, а про нее сказано «Книга о компиляторе». Что же это все такое значит? Ну вот, начну по порядку. Программирующая программа 2. Ну, по другим сведениям, уже по русскоязычным источникам, можно уточнить дату ее создания. Она была разработана в 55-м году. В 54-м году был создан ранний прототип ПП-1, о котором, собственно, мало что известно. Ну, вот видно, что целый коллектив авторов работал над ПП-2. И вот на что хочу обратить внимание. Реализованный алгоритм оптимизации. Представьте, 54-й, 55-й год. Экономия общих подворожений. Это же, собственно говоря, ну, без этого современный серьезный компилятор сложно себе представить. Экономия памяти длинейного участка. Ну, по сути, это означает распределение регистров, локальное распределение регистров. Вот на этих двух оптимизациях я и хочу остановиться. Но сначала вообще о том, где можно разыскать информацию о ПП-2. ПП-2. К счастью, существует очень интересный сборник. Он называется «Проблемы кибернетики». Он выходил в 50-е, 60-е. И вот первый выпуск. Здесь целый цикл статей от авторов ПП-2 по поводу устройства, собственно говоря, этой программирующей программы. То есть, к счастью, информация есть. Надо только ее найти и изучить. Ну, что такое ПП-2 с точки зрения входного языка? Логично предположить, что это не C++ и даже не Фортран. Что могло быть в начале 50-х? Вот такая интересная штука под названием операторная схема Люпунова. Люпунов — это, собственно говоря, такой вот основоположник советской кибернетики. И именно он поставил первым в СССР саму задачу автоматизации программирования и создания программирующей программы. Сам этот язык операторных схем довольно своеобразный. Вообще говоря, есть схема программы и есть спецификация. Схема состоит из операторов. И сегодня легко найти аналогию схемы. Это, собственно говоря, управляющий граф, граф потока управления. Есть какие-то операторы узла этого графа. Они, вообще говоря, бывают двух основных типов. Арифметические и логические, которые обеспечивают ветвление. Вот здесь вот в такой вот математической нотации все это записано. Например, я могу увидеть здесь оператор А3, за которым следует А4. Это означает, что они связаны по управлению. Дальше идет P5. Вот здесь как раз происходит ветвление. Надо, наверное, сказать о том, что эта программа делает. Здесь вычисляются корни квадратного уравнения. И даже не одного, а целых 50 штук. И вот, собственно говоря, можно посмотреть в спецификации, где указано, что делает каждый из этих операторов. Что делает P5? P5 проверяет, является ли дискриминант отрицательным. Если это так, мы переходим на А6. Если же это не так, то мы идем по стрелочке 1 и находим одноименную стрелочку 1, уже, так сказать, указывающую вниз. Вот это, собственно говоря, место нашего приземления. Вот он, переход. Ну и так далее. Кстати говоря, вот эта буква P, это, конечно, не произведение, как это принято было бы в математике. Это цикл. Так описывается цикл. Вот такой вот интересный язык операторных схем. И вообще, говорят, для Pp2 тут ключевая вещь — это описание именно внутренности каждого оператора. Каждый оператор, по сути, представляет собой последовательность присваивания. И там используются вполне современные алгебраические формулы, которые понимает любой сегодняшний компилятор. Еще один момент по поводу Pp2, говоря о нем в целом, о ней точнее. Это выходное представление. То есть для какой машины гениживается код в Pp2. Это одна из первых советских АВМ. Называется она «Стрела». Ну и известно, что первые, конечно, вычислительные машины были очень сложны в программировании. На это что-то много написано. И, конечно же, тут и объем памяти совершенно малый по сегодняшним меркам. И малые быстродействия. Но вот как ни парадоксально, стрела, в принципе, с точки зрения компиляторщика, выглядит очень даже и очень привлекательно. Ну, если, конечно, отбросить вот эти вот нюансы по поводу быстродействия и памяти. Во-первых, стрела имеет архитектуру трехадресную, трехадресную архитектуру, то есть трехадресную систему команд. Точно так же, как современные риск-процессоры. В этом плане она даже, так сказать, выигрывает у классической X86. Но второй пункт архитектуры памяти-памяти – это то, чего, конечно, сегодня нет вообще в современных процессорах. Почему это здорово с точки зрения компиляторщика? По простой причине. Потому что раз у нас архитектура памяти-память, то нам не нужны регистры. А раз нам не нужны регистры, значит, не нужно их распределять. И все проблемы соответствующие уходят. Ну, на самом деле, конечно, не так все просто, потому что память тоже надо экономить, но тем не менее. Ну, и я сейчас рассказал, собственно говоря, много хороших вещей о Стреле. Но при этом был и очень серьезный изъян. Причем изъян, ну, скорее такой вот, ну, его можно было бы, наверное, решить в те времена, но увы. Я говорю о том, что вот тут как раз цитата приведена. Машины БСМ-2 и Стрела не имели буквенно цифрового ввода и вывода. А это означает, что мы не могли просто набрать программу на клавиатуре или на телетайпе. Приходилось ее вручную кодировать во внутреннее представление машины. И это, конечно, сильно замедлило на первом этапе развитие каких-то собственных алгоритмических языков с каким-то таким развитым синтаксисом в Советском Союзе. Ну, а теперь далее. Как выглядит пример трансляции для ПП-2? Есть формула, вот она приведена наверху. Это как раз я взял формулу из того самого сборника. Достаточно сложное вычисление. И тут сразу возникает один нюанс по поводу синтаксического анализа. Да, тут нет приоритетов. Приоритетов нет, то есть можно написать 1 плюс А плюс Б плюс С, и это все будет работать. Но если там возникают какие-то более приоритетные операции, мы обязаны их обернуть в скобки. Собственно, вот здесь вот далее это все и сделано. И результат трансляции показан. Что здесь можно сказать по поводу результата трансляции? Ну, вот это как раз код той самой машины-стрела. Причем присваивание, любопытно отметить, у нас оказывается справа. Вот эти вот все R4, R3, они называются в терминологии в той вот 50-х годов рабочими ячейками. И можно заметить, что, в принципе, этих рабочих ячеек не так много. То есть память была экономным образом распределена. То есть можно было использовать больше, если бы алгоритм был не такой, собственно говоря, эффективный. Теперь по поводу вот этого первого этапа синтаксического разбора. Как он мог выглядеть в середине 50-х? А вообще говоря, этот алгоритм на удивление красивый и простой. Вот судите сами. Во-первых, он одновременно выполняет сразу несколько важных вещей. Ну, во-первых, сам синтаксический разбор формулы. Причем я говорю именно синтаксический разбор, и можно задать вопрос, а где же лексический разбор? А вот его надо было программисту делать самостоятельно. То есть на вход ПП-2 попадает некий массив, ну, будем считать, что это массив токенов или лексем. И вот с ним он уже далее работает. Плюс, помимо синтаксического разбора, еще делается экономия общих подворожений прямо в процессе этого самого разбора с учетом кумутативности, то есть А плюс Б или Б плюс А. И, собственно, сразу же делается генерация кода для трехадресной архитектуры. Единственное, что пока без экономии памяти. Но экономия памяти просто будет совершена далее. А теперь попробую я прямо на конкретном примере вывести этот самый алгоритм. Алгоритм арифметического блока. Вот у меня есть длинная та самая формула. Этот вот массив токенов. Что можно сделать? Все делается не так, как в современных синтаксических канализаторах. Делается следующее. По сути, я осуществляю ряд операций поиска и замены. Ряд таких переписываний. Я ищу простое выражение. А простое выражение это, положим, операция бинарная. Слева, например, константа или переменная. И справа константа или переменная. И никакой вложенности, тут никаких скобок, ничего тут быть не должно. И вот я сразу же, двигаясь слева направо по массиву токенов, нашел такое выражение. 1 плюс А. Ну, чем мне, собственно говоря, то, что мне нужно. И, кстати говоря, я себе отметил, что дальше, если идти по формуле, можно найти такие же выражения. А плюс 1 и 1 плюс А снова в самом-самом конце. Что теперь с этим делать? Вот я нашел 1 плюс А. А теперь я делаю вот что. Я сразу же генерирую первую команду. Кстати говоря, команды, наверное, лучше не говорить, разве что, так сказать, хочется проникнуться именно духом той эпохи. Тогда не говорили команда, говорили приказ. То есть не инструкция или команда процессора, а приказ для электронной вычислительной машины. И вот первый приказ, у которого справа как раз вот это выражение, а слева я указал, куда оно, собственно говоря, будет записано, результаты вычисления. Это будет у меня такая вот рабочая ячейка Т1. Что дальше-то делать? А дальше я просто беру и нахожу все 1 плюс А или А плюс 1, те же самые выражения, и заменяю их на результат, на Т1. Раз и готово. Ну и вот так просто. Далее я снова начинаю искать простое выражение. В данном случае это логарифм от Х. И опять же отмечаю, что оно было найдено и далее. Еще у меня таких два вхождения было. И продолжаю в том же духе. Новый приказ генерирую, создаю. Даю ему новую ячейку памяти Т2 и продолжаю в том же духе. Заменяю вычисление логарифма на Т2 везде. Продолжаю. Теперь у меня есть B умножить на Т2, который тоже можно добавить в приказы. Я это сделал. Дал новую рабочую ячейку. Видите, как просто. И вот новая ситуация. У меня появились скобки вокруг Т3. И вообще-то я хотел бы просто переписать Т1 плюс Т3 результатом вычисления. То есть новой рабочей ячейкой. Я сейчас этого сделать не могу. Мне мешают скобки. Ну что можно сделать? А можно их просто взять и отбросить. То есть вот такие вырожденные скобки я просто отбрасываю. Это еще один шаг алгоритма. И теперь осталось Т1 плюс Т3 собрать. И в таком же духе, собственно говоря, в какой-то момент я транслирую всю формулу целиком. И, как можно видеть, это вполне корректный результат. Единственное, что я очень много трачу вот этих вот рабочих ячеек. Ну, в принципе, как и в современном компиляторе, сначала генерация идет для неких виртуальных регистров, а потом мы уже, собственно говоря, находим меньшее число реальных. Итак, экономия памяти. Вот ей теперь надо заняться. Вот у меня есть вот это промежуточное представление, и с ним нужно поработать. И вот он, второй алгоритм, не менее интересный и тоже изящный и простой. Блок экономии рабочих ячеек в ПП-2 как раз занимается вот этими действиями, реализует этот алгоритм. Еще иначе он называется алгоритм Штаркмана. Штаркман один из авторов ПП-2, поэтому, собственно, так и называется. Вот оно, локальное распределение регистров. Ну, еще раз напомню, поскольку архитектура память-память, то выгрузка регистров в память, то есть на жаргоне компиляторщиков спилинг, в данном случае не требуется. Это хорошо. И вот ключевая идея этого алгоритма всего лишь в том, чтобы идти от конца к началу кода, то есть от последнего приказа к первому. Ну и надо сказать, что на самом деле такие алгоритмы известны сегодня, но вы их, я думаю, не найдете в учебниках по компиляторам. Кстати, а жаль. Но, тем не менее, в некоторых just-in-time компиляторах, особенно для ограниченных по ресурсам систем, похожие алгоритмы есть. Ну, а теперь, прежде чем перейти к самому алгоритму, несколько все-таки важных понятий, чтобы, собственно говоря, проще было разобраться с самим алгоритмом. Область существования промежуточного результата. Ну, сегодня это бы назвали, наверное, временем или диапазоном, интервалом жизни какой-то величины или переменной. Это, по сути, вот если можно посмотреть на примере. Вот у нас есть строка 2. Я пишу T1 равно х. Вот у меня теперь вот эта величина содержится х в T1. Далее я в строках 3, 4, 5 использую эту величину, этот T1. А в строке 6 я последний раз это делаю. Ну, если я это делаю последний раз, и дальше уже, собственно говоря, T1 не встречается или встречается уже с новым присваиванием, то, в общем-то, вот она, область жизни, область существования промежуточного результата. Я просто буду говорить область существования. Но тут есть один маленький нюанс. До какой все-таки команды простирается или до какого приказа простирается область жизни? До шестого или до пятого? Вот давайте посмотрим. Итак, вообще-то я могу переписать и в четвертой строке T1. Зачем я вообще это делаю? Зачем я переиспользую T1? Ну, как раз в этом и смысл того, чтобы экономить регистры. То есть я могу переиспользовать какой-то регистр. Но могу ли я сделать это в четвертой строке? Конечно, нет, потому что в строке 6 ожидается, что в T1 будет X. А тут я его переписал чем-то другим. Так, хорошо. А по поводу шестой строки что можно сказать? А вот в шестой строке я могу переиспользовать T1, и это не будет мешать аргументу T1 в той же самой строке. Поэтому и сказано, что область существования результата простирается до последнего приказа, исключая его. То есть, по сути, до пятой строки. Ну, вот этот вот момент я разобрал. Он действительно важен. И теперь еще один маленький нюанс. Как найти область существования результата? Ну, очевидно, надо двигаться от конца к началу, как и было раньше сказано. Вот я двигаюсь от седьмой строки, нашел шестую строку и увидел в качестве аргумента T1. Я понимаю, что здесь, вот, собственно говоря, завершилась какая-то новая область. Дальше я иду. Пятая, четвертая строка снова T1 используется, но меня это пока не интересует. И вот вторая строка. T1 равно чему-то. А вот это начало области. Это, собственно говоря, вполне понятно должно быть для, так сказать, для алгоритма в первую очередь. И, положим, есть две области существования результата. Если они не пересекаются, то вполне можно им дать один и тот же регистр. Ну, а если они пересекаются, нужно, собственно говоря, регистр использовать разные. Все. Вот этот необходимый, так сказать, этап теории мы прошли. И теперь пора посмотреть на алгоритм. И опять же, через конкретный пример. Тот самый пример, с которым я работал ранее. Я начинаю с последней, с 13-й строки. Иду по массиву команд в обратном порядке. Что я делаю? Вот у меня есть 13-я строка. Здесь написано Z равно. Ну, что мне сделать Z? Z, на самом деле, это некая глобальная переменная по отношению к оператору. Поэтому я ее просто не трогаю. Для нее не нужно здесь выделять память. А вот T11 – это первый, собственно говоря, аргумент, первая рабочая ячейка, виртуальный регистр, если хотите, который нужно заменить на конкретную ячейку памяти. Как это сделать? Для этого я ввожу вспомогательную таблицу. Вот тут видно R1, R2, R3, R4. Это колонки. И делаю простую вещь. Я T11 записываю в пустую, собственно говоря, клетку этой таблицы. Вот я записал в первую клетку, и ей теперь будет соответствовать этой T11, R1 регистр. Ну что, тогда я следующим этапом просто заменяю T11 на R1. Я это сделал. И точно так же делаю с T12. Записал в свободную клетку и заменил уже на R2. Вот здесь у меня закончились две какие-то области существования, результата. Далее я перехожу на 12-ю строку. Вот теперь новая история, новая ситуация, когда результат теперь представляет собой тоже какую-то рабочую ячейку, для которой надо выделить память. Как это сделать? Ну, на этом этапе у меня T12 уже есть таблицы. Я совершенно не растумывая заменяю T12 на R2. Но при этом делаю еще одну важную вещь. Я очищаю вот эту самую ячейку, которая находится у R2. Потому что здесь область жизни, собственно говоря, началась. И далее можно переиспользовать эту самую R2. Причем даже в той же самой команде. Вот смотрите, что я делаю. Меняем T12 на R2. Дальше у меня идет A. Но A мне, в принципе, не нужен, потому что это тоже какая-то переменная, ну, считаем, глобальная, определенная. А вот T3 занимает место R2. Вот, собственно говоря, я ее заменяю. T3 на R2. Двигаюсь дальше от начала, вернее, от конца к началу. 11-я строка. Та же самая история. T11. У него регистр R1 в таблице. Отлично, я меняю T11 на R1 и очищаю эту ячейку. T8. Ну, меняю на R1. T10. Меняю на R3. Потому что, собственно говоря, вот она новая ячейка, и я туда записал T10. Т10. Двигаюсь дальше. T10 есть в таблице. Меняю на R3. Потом у меня T9. Меняю на R3. Дальше. Снова T9. Меняю на R3. То есть все должно быть в этот момент уже на автомате, за исключением одного маленького момента, который вот сейчас вот начнется. Итак, T8. T8 пока ничего из себя нового не представляет. Я просто меняю T8 на R1. Дальше T4. Вот, собственно, новая ситуация, новый шаг алгоритма. T4, оказывается, был уже в таблице. Но ничего нового, в принципе, делать не надо. Надо просто поменять T4 на R3, который он соответствует в этой клетке. Я это и делаю. И таким образом я двигаюсь до первой команды, успешно ее распределяю. И оказывается, что у меня во всем процессе этого распределения более четырех регистров не потребовалось. Вот и весь алгоритм. То есть, на мой взгляд, он действительно прост. И он вполне может сегодня применяться в современных компиляторах. Конечно, там, где о спилинге, о так называемом, речи не идет. Хотя можно его и модифицировать. И для таких целей. Ну, а я двигаюсь дальше. Теперь будет новая секция. Схема Конторовича. Преобразование программ в графовом представлении. О чем вообще идет речь? Ну, начну, собственно говоря, опять же, с истории вопроса. Леонид Витальевич Конторович придумал эти самые схемы. А кто такой Конторович? Вообще говоря, это тот самый Конторович. То есть, который... Ну, чем он известен? Он математик, он экономист. Он лауреат Нобелевской премии. Он основоположник линейного программирования и так далее и тому подобное. И, как ни странно, он еще, собственно говоря, успел отметиться и в плане теории компиляции. Вот как раз схема Конторовича. Это очень интересная разработка его и его коллег. И все это создавалось еще с 1953 года. Но синтаксически схема Конторовича похожа на то, что мы уже видели. Вот эти вот четверки. То есть, когда есть результат, операция и два аргумента. А вот интереснее, что там используется однократное присваивание. То есть, это такой вот примитивный, но функциональный язык. Еще интереснее, наверное, то, что там операции могут быть не только над обычными числами, но и над очень сложными структурами данных. То есть, есть варианты схем, где используются векторы, матрицы. А самое интересное, наверное, это когда в качестве типов данных выступают сами схемы. То есть, схема преобразует схему. Ну, в духе, например, языка LISP, который, как мы знаем, появился позже. И вот еще интересная терминология. Прораб расшифровывается как программа работ. Это предметно-ориентированные компиляторы для конкретных типов схем. Ну, или интерпретаторы. И, собственно говоря, идея была в том, что вместо того, чтобы писать универсальный компилятор, то есть программирующую программу, может быть выгоднее написать несколько специализированных для конкретных классов задач. Вот прорабы как раз для этого и были сделаны. Как вообще выглядит схема Конторовича? Показана слева вот формула некоторая. А далее в центре видно ее так называемое дерево логической подчиненности. Ну, это, опять же, авторская терминология. Вообще, это очень похоже на обычное дерево арифметического выражения. Дерево разбора. У него есть корень. Это вот единица. Эту единицу можно найти слева в формуле внизу. И этот корень – это операция плюс. И далее идут два узла 2 и 3. Собственно говоря, это умножение и деление. Дробь, в которой числитель – это е в степени х. И так далее и тому подобное. Вот, собственно говоря, это дерево развивается. Вполне традиционное оно, на первый взгляд. Я к нему еще вернусь. А пока предлагаю посмотреть на схему Конторовича. Вот она, сама схема, показана справа. Ну, что здесь можно отметить? Здесь есть какие-то номера. Это не просто числа, это номера. Вот, например, 1 равно плюс 2 и 3. Имеется в виду, что меня интересуют результаты строк, схемы, у которых номера 2 и 3 слева от присваивания. Ну, вот, например, если смотреть на корень. Что такое номер 2? Это произведение. Каких-то номеров 4 и 5. Это я третью строку смотрю. А 4, в свою очередь, это корень из какого-то 6. Ну, 6 – это сложение, 7 и 8 – это а и х. То есть ничего тут сложного нет. Но можно обратить внимание на один маленький нюанс. Вот у меня есть 4 равно корень из номера 6. И эта четверка, вообще говоря, в качестве аргументов выступает во многих других строках схемы. Почему я на этом акцентирую внимание? А вот предлагаю посмотреть на другой вариант. Итак, слева показано то же самое дерево логической подчиненности. Оно абсолютно такое же было, как было на прошлом слайде. И вот тут я одну вещь хочу вспомнить. Если посмотреть источники в интернете, можно найти любопытный термин. Он гласит «дерево Канторовича». Что такое дерево Канторовича? Это, как нам, опять же, в интернете говорят, это дерево абстрактного синтаксиса. Всего лишь. То есть Канторович придумал дерево абстрактного синтаксиса. Ну, с одной стороны, это здорово, с другой, ну, сейчас мы все этим пользуемся. И, в принципе, какая разница, кто его первым придумал. Но вот я хочу обратить внимание, что вот это вот дерево логической подчиненности, которое, в принципе, видимо, о нем и шла речь, это не дерево вообще-то, и не дерево абстрактного синтакса, тем более. То есть, если посмотреть на номера узлов, вот у меня есть четыре узел, и далее четыре тоже встречаются уже в качестве листа этого дерева. Если я сделаю простую вещь, просто склею одноименные узлы, то есть с одним и тем же номером, у меня получится вариант справа. Направленный ациклический граф, или НАК сокращенно. Вот что такое на самом деле, что реализует схема Канторовича. Направленный ациклический граф. И то есть это некое промежуточное представление, оно вполне современное, поскольку с ациклическими графами работают многие современные промышленные компиляторы. Ну, а теперь далее. Что можно сделать на уровне схем Канторовича? Что делать с 50-й, например, в этой области? Ну, поскольку занимались этим в основном математики, то скорее даже речь шла не о компиляторных преобразованиях, а о некоторых других. Я сейчас о них скажу на следующем слайде. А пока все-таки компиляторно перечислю. Это и свертка констант, то есть некое частичное вычисление схемы. Это может быть и упорядоченная схема, потому что вот интересный момент. Строки в схеме могли быть записаны в совершенно различном порядке. Но была специальная отдельная программа про раб, которая умела эти строки упорядочивать. С помощью топологической сортировки. Алгоритма которой тогда еще, в общем-то, и известен-то не был. Но, тем не менее, в статьях описан. Именно вот как раз по схемам Конторовича. Далее. Замена по типовым подсхемам. Вот это, наверное, самый ключевой, самый интересный вариант. В том числе с учетом некоторого предиката. То есть это некоторое переписывание на основе правила. И, наконец, совсем уже продвинутый вариант, даже по современным меркам. Компоновка преобразований в более сложные. Сегодня бы это назвали стратегией переписывания. Ну, а теперь, наконец, по поводу прикладных задач. Я говорил, что в первую очередь схемами занимались математики. Ну, и, конечно же, самым интересным для математиков были, наверное, области символьной математики. В первую очередь были реализованы очень изощренные системы символьного дифференцирования на схеме Конторовича. Это было сделано очень впечатляющим образом. Были, конечно же, и оптимизации в компиляторе, основанные как раз на правилах переписывания. Ну, а сегодня схожий подход используется даже, я даже скажу, не в LLVM, а в ее, так сказать, идейном продолжателе MLIR, в котором это все именуется переписывание на уровне ациклических графов. Ну, также можно вспомнить и современные предметно-ориентированные компиляторы для нейросетевых вычислений. Там тоже есть похожие преобразования. Но сам алгоритм замены по типовой схеме, обращая внимание, он очень оригинален. Имеется в виду тот, что выдвинул Конторовича и его коллеги в 50-е. Вот я предлагаю рассмотреть конкретное правило замены по типовой схеме. В любом серьезном компиляторе сегодня есть этап алгебраических преобразований, упрощений. Вот как раз примерно это я и хочу здесь показать. Есть некое правило. A умножить на B плюс C преобразуется в AB плюс AC. Вот простой арифметический закон. Как это изобразить в виде схемы? Я отдельно описываю A как левую часть правила и B как правую часть. Вот A – это теперь некоторая схема, показанная здесь на слайде, синим выделенным. x1 равно умножить x2, x3 и так далее. И левее от A показан граф, соответствующий вот этой типовой подсхеме. Тут можно посмотреть, например, на x2 – это явно A, а x4 и x5 – это явно B и C. Вот это левая часть правила. И тут вот эти вот иксы, которые фигурируют, это даже не переменные. Их, наверное, корректнее назвать метапеременными. И когда идет процесс сопоставления уже на конкретной схеме, эти метапеременные получают конкретное значение. Ну и по поводу B. Там тоже есть метапеременные из x, но есть еще и какие-то y. y, если посмотреть на граф справа, являются связующими звеньями для подграфов. И вот для того, чтобы, собственно говоря, переписать в исходной схеме по правилу, по какому-то закону, какие-то строки, мне нужно для каждого из этих y, y1 и y2 в моем случае, придумать уникальные номера. И тогда оно будет работать. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. А давайте посмотрим все-таки, будет или не будет на конкретном алгоритме. Вернее, даже не на алгоритме, а алгоритм я выведу из конкретного примера. Вот есть пример. Он, кстати говоря, ничего собой интересного не представляет. Это вот S, где указано в левом верхнем углу. Несколько строк. Если приглядеться, это та же самая формула. А умножить на B плюс C. И предположим, что я хочу ее заменить в соответствии с левой и правой частями. То есть найти A, некий шаблон, и заменить его на B. Получить AB плюс AC. Ну, как это сделать? Я начинаю искать строку за строкой. То есть имеются в виду строки из A. Я ищу в S их эквиваленты, которые можно сопоставить как-то. Вот я начинаю с первой строки в A и ищу подобную есть ей в S. И сразу, в принципе, нахожу. Потому что если я пойду дальше, то я делаю следующее. У меня есть табличка. Она называется MWARS. То есть это таблица метапеременных. И в ней теперь находятся значения сопоставленных метапеременных из X. Вот там были 2 и 3, это как раз X2 и X3. Там был результат 1, это как раз X1. Ну, замечательно. Я сопоставил эти переменные, метапеременные. Что делать дальше? Если первую строчку я в A удачно сопоставил для S, я перехожу ко второй строке A и тоже пытаюсь найти ей какое-то нечто подобное в S. И сразу же нахожу. И опять же я сопоставляю X4 и X5 с их значениями 4 и 5. Ну, и с X3 делаю, собственно говоря, похожую вещь. Но тут ее делать не надо, потому что я просто сравниваю, что она равна ранее сопоставленной величине. Дальше. А дальше вот теперь уже новый шаг. Теперь я сопоставил обе строки A. И теперь я должен сделать что-то новое. Переписать вместо A, вместо вот этих найденных строк, что-то связанное с B. Должен я туда записать. Как это сделать? А сделать это можно следующим образом. Вот я смотрю на B, которая у меня в правом верхнем углу. И я сделаю копию под схемы B. Записываю все в S'', которая в нижнем левом углу находится. В процессе копирования я заменяю метапеременные X'ы их значениями. Вот я это сейчас и сделал. Там, видите, выделено 1, 2, 4, 2, 5 и так далее. Но остались Y. Вот с ними надо что-то тоже придумать. Ну, если вспомнить предыдущий слайд, идея была в том, чтобы задать Y уникальные номера. То есть Y1 будет какой-то иметь номер уникальный, соответственно, Y2 тоже. Я это сделал. А что теперь? А теперь, по сути, в общем-то, надо просто добавить эти новые строки из S'', просто добавить их в схему S. И, в общем-то, все. Ну, правда, можно сделать более изящно. Во-первых, можно заметить, что у меня перевычисляются некоторые строки. Вот, обращая внимание, там, где было написано в исходной строке 1 равно чему-то, у меня же теперь 1 равно чему-то другому в S'. Поэтому исходный вариант я просто исходную строку первую удаляю. Ну, а теперь добавляю вот эти вот новые три строки и заодно удаляю еще и 3 равно чему-то из исходной схемы, потому что это теперь мертвый код. И его достаточно легко найти простым обходом по схеме. Вот и все переписывание. На самом деле это очень вещь мощная. То есть во многих компиляторах до сих пор вот эти вот правила преобразований реализуются на деревьях, а не на ациклических графах. А у Конторовича еще в 1953 году были вот эти вот замечательные идеи. Ну, конечно, есть один нюанс. Я думаю, что кто-то мог уже его заметить. Вообще-то мы это все делаем, конечно, изящно и просто, но не очень быстро. Можно ли ускорить этот алгоритм? Ну, вообще-то можно. И в том числе можно воспользоваться идеей из следующей секции. Итак, сейчас будет речь идти о нумерации значений, но перед этим все-таки хочу немножко разбавить доклад небольшими историческими такими вот экскурсами. Если помните, когда я анализировал таблицу Кнута, там была еще вторая программирующая программа, просто ПП, автора Ершова Андрея Петровича. Ну, о Ершове, мне кажется, даже говорить отдельно странно. Ну, такой вот уже столб в области системного программирования теоретического, академик Ершов. Итак, вот как раз у Кнута было написано по поводу программирующей программы, разработанной именно Ершовым, первая книга о компиляторе. То есть, нет, это не книга дракона, как, может быть, кому-то кажется. Первая книга о разработке компилятора была написана в 1958 году. А вот что очень важно, оперативно была переведена уже в 1959 году на английский язык. И с ней познакомились очень многие уже сейчас классики, компиляторщики, собственно говоря, в западном мире, в англоязычном мире. Чем эта книга интересна? Там содержится полное, ну, насколько может быть вообще полное, описание программирующей программы, то есть компилятора. Насколько полное, может быть, вы спросите? Настолько, что в 2020 году один аспирант реализовал по книге вот эту самую ПП БЭСМ, включая и сам симулятор машины БЭСМ. Ну, сделан он это на языке Хаскел. Но остается только добавить, что это был не какой-то, не знаю, там, наш аспирант русскоязычный, это был француз. И вот он это сделал. Ну, а я двигаюсь дальше. И вот после той самой книги, монографии, после вот этой программирующей программы для БЭСМ Ершов написал по мотивам, собственно говоря, какие-то у него появились новые идеи на основе того, что было разработано, написал статью о программировании арифметических операторов. Это статья в высшей степени интересная. Ну, вот судите сами. В статье всего четыре страницы, и на этих страницах предложено впервые и техника нумерации значений, и так называемое число Ершова, у которого есть более известный эквивалент, и даже, можно сказать, и функцию фиширования, и технику открытой адресации. И все это на четырех страницах. Причем то, о чем я сегодня буду говорить, это как раз оригинальная формулировка нумерации значений и числа Ершова, поскольку в статье предлагалось использовать именно их вместе, в комплексе. И это то, чего в современных учебниках или каких-то руководствах, я боюсь, вы не встретите. Но по порядку, все-таки еще пару слов об этой замечательной статье. Теперь уже о ее переводе, который тоже был сделан очень оперативно. И ни много ни мало, английский перевод вот этой самой статьи это самая-самая известная в мире советская работа по теории компиляции. И я обращу внимание, может быть, не самая выдающаяся, хотя, конечно, она замечательная, но перевод решает все. Итак, вот можно посмотреть, сколько работ других цитирует эту самую работу Ершова в 158, если посмотреть в Google Школяр. Можно посмотреть и на совершенно популярные, известные сегодняшние учебники по разработке компиляторов. Я надеюсь, что кто-то, может быть, узнал одну из этих обложек. Последняя обложка – это не про компиляторы, это про создание сборщиков мусора. И везде ссылаются на эту работу 1958 года. Итак, начну с нумерации значений. Вот этой части много посвящено в работе Ершова. Что такое нумерация значений? Одна из важнейших без преувеличения техник в современном компиляторе. Что она дает? Она позволяет решать множество задач, плюс некоторые из этих задач вообще решаются одновременно в результате прохода алгоритма нумерации значений. В частности, это экономия общих подворожений, свертка распространения констант, упрощение выражения. Все это делается прямо вот на лету. Что еще делается? Удаление мертвого кода, построение графовых промежуточных представлений, построение формы SSA. Это все замечательным образом можно сделать с помощью нумерации значений. Поэтому действительно техника очень и очень важная. Ну и по поводу основных идей, которые полегли в основу этой техники, что можно сказать? Хэш-таблица. Ключевая, собственно говоря, идея. То есть в процессе нумерации значений каждое подворожение в команде заносится в хэш-таблицу, включая самые маленькие подворожения, то есть сами какие-то операнды, то есть переменные, константы. И каждое такое подворожение получает свой номер уникальный. Ну, если ранее ключ не был найден в хэш-таблице, то уникально. Если был найден, то возвращается существующий номер. Поле результата теперь вообще не нужно, потому что подворожения напрямую связываются с помощью номеров хэш-таблицы. Ну и благодаря хэш-таблице все это работает весьма производительно. Например, если надо проверить наличие общего подворожения, это делается за константное время. И это, конечно, ускоряет экономию общих подворожений. Ну а теперь о самом алгоритме. Ну, я уже, собственно говоря, повторяюсь, но не устаю этого говорить. Еще один очень элегантный, очень простой алгоритм. Вот есть некий код. А равно B плюс C и так далее и тому подобное. Ну что с ним не так? Что с ним можно сделать? Вот я смотрю строчку за строчкой. А равно B плюс C, ну все хорошо. B равно A минус D, ну тоже неплохо. C равно B плюс C, третья строка. Вот это меня должно насторожить, потому что это второй раз B плюс C встречается. И, в принципе, может, не надо перевычислять второй раз B плюс C? Ну, я думаю, многие заметили, что на самом деле надо, потому что B во второй строчке получает новый результат. И это уже не тот B плюс C, который был в первой строке. Ладно, я двигаюсь дальше. E равно A. Ну вот такие строки всегда сомнительны. То есть, может быть, можно вообще избавиться от присваивания. Но я вижу, что E содержит A. Поэтому, когда я читаю D равно E минус D, я заменяю это на D равно A минус D. И одновременно вижу, что во второй строке тоже было уже A минус D. Вот здесь точно можно сделать экономию подворожений. И, возможно, избавиться от вот этого присваивания одной переменной другой. Итак, у меня есть таблица. Она называется DEC. И не просто так называется, но пока об этом не буду говорить. Итак, хэш таблицы DEC. И есть еще отдельная табличка VARS для связывания тех имен, которые стоят в левой части от присваивания, с их номерами. То есть, с их вычислениями. То есть, с их выражениями, которые они вычисляют. Ну, начинаю с первого шага. С первой команды. A равно B плюс C. Я смотрю на аргументы этой команды. Начинаю с первого. Я вижу B. И я вызываю для этого аргумента некую функцию VN. Value Numbering. Вот она ниже. Ее упрощенный вариант реализован. Что я делаю? Я просто по ключу этого самого выражения записываю уникальный номер. Вот наверху можно посмотреть, что в DEC появился ключ и значение. B и первый номер 0. Итак, я в уме запоминаю, что вместо B теперь у меня будет какой-то фигурировать номер 0. Он будет уникальным образом именно вычисление B характеризовать. Я двигаюсь к следующему аргументу. Это C. Та же самая история. Для C я придумываю новый номер 1. А вот теперь нечто, может быть, для кого-то неожиданное. А далее я пытаюсь в эту самую таблицу записать все выражение B плюс C. Я помню, что вместо B у меня номер 0. Вместо C у меня номер 1. И я в неком таком специальном виде записываю выражение в качестве ключа. Вот в каком виде. То есть я формирую некую последовательность из операции, а потом всех вот этих номеров аргументов. И у меня получается ключ, который называется плюс номер 0 и номер 1. И этому я присваиваю очередной уникальный номер, характеризующий именно это вычисление. Я почти закончил с первой командой, но мне нужно посмотреть еще на А, который стоит слева от присваивания. Но с ней я просто разбираюсь с этой А, я просто записываю ее в таблицу VARS. И связываю ее с номером, который, собственно говоря, присваивается А. А это номер, который вычисляет 0 и 1, то есть B и C складывает. Вот теперь я закончил с первой строкой. Я перехожу на вторую строку. Та же самая история с аргументами. Единственное, что теперь у меня А уже нашлось в VARS, и я просто возвращаю номер, соответствующий А. А с D старая история. Просто записываю по уникальному ключу уникальный номер. Ну а теперь у меня осталось записать уже и само выражение. Минус номер 2, номер 3. Это новый уникальный номер. И я связываю этот уникальный номер с B в таблице VARS. Двигаюсь дальше. Вот теперь интересно, сможет ли нумерация значений этот алгоритм понять, что B плюс C второе не соответствует первому. Вот я смотрю на B. Это номер 4. Я смотрю на C. Это уникальный номер, а точнее не уникальный, а содержащийся в данном случае не в VARS, а прямо в самом DEC. И я возвращаю этот номер 1. И вот теперь можно догадаться, что сразу пойдет в качестве общего выражения B плюс C. То есть если у меня вместо B четверка, а вместо C единица, то там будет написано плюс, потом 4, потом 1, что явно не соответствует... Вот, видите? Не соответствует тому первому B плюс C, который чуть выше его можно увидеть, плюс 0 и 1. То есть нумерация значений отследила этот момент. Это другое уже вычисление. А я двигаюсь дальше. Ну, записываю, конечно, в таблице VARS номер. И вот у меня теперь E равно A. У A уже есть свой номер. И ничего в хэштаблицу DEC не записывается, а просто связывается E с номером, который соответствует A, с двойкой. Ну и последняя строка. E мне известен. Вот сейчас, внимание, вот сейчас должно быть уже нормальное схлопывание выражения, экономия их. Итак, для E известен номер 2, для D известен номер 3 и минус. И тут сразу можно найти в хэштаблице ключ, у которого идет минус, потом 2 и 3. Есть такой. Поэтому вот он. Поэтому я просто возвращаю ранее известный номер для этого выражения. То есть D связывается с четверкой. И я об этом не говорил, но все это время справа формировался направленный циклический граф, соответствующий всем этим вычислениям в хэштаблице. То есть если посмотреть на DEC, то это, по сути, описание как раз этого самого графа справа. Ну вот я и связал D с четверкой. Вот он весь алгоритм. А дальше маленький возникает вопрос. Вопрос. Хорошо. То есть я построил описание ациклического графа. Но вообще-то, наверное, я хотел получить код. То есть я хотел, может быть, переписать вот этот линейный код слева таким же кодом, но более, может быть, коротким, в котором уже нет лишних вычислений. А получил я немного другое. На самом деле я получил даже больше, чем нужно. Я получил очень хорошую структуру, из которой я могу вытащить все, что мне потребуется. В частности, если я начну упорядочивать команды в графе, а на этот счет можно использовать разные алгоритмы, можно просто обойти, сделать топологическую сортировку. И вот я получаю результат упорядочивания. Здесь появились некие переменные t2, t4, t5. Это просто промежуточные результаты, которые, видите, в графе никак не называются, поэтому мне пришлось придумать для них уникальные переменные. Было, что важно, пять строк, а стало три строки. Вот, собственно говоря, результат нумерации значений. Но по поводу упорядочивания надо сказать еще пару слов. Это еще мягко сказано. Наверное, больше, чем пару слов. Вот я перехожу уже к последней секции сегодня. Алгоритм на основе числа Ершова для планирования команд на линейном участке. Планирование команд — это уже современная терминология, а я пока пользуюсь упорядочиванием, старым вариантом. Упорядочивание команд. Вот так я это называю. Итак, зачем я вообще об этом стал вдруг говорить? Я же сказал, что есть алгоритмы, которые могут все это упорядочить, и проблемы нет. Но на самом деле я умолчал о важном нюансе. Вот есть пример. Слева показан, даже, можно сказать, не граф, можно конкретизировать это дерево. Это обычное арифметическое дерево, в котором есть много вычислений. А далее два варианта, которые показаны справа, это два варианта упорядочивания команд для этого дерева. То есть в каком порядке сделать вычисление, чтобы в конце концов получить результат, соответствующий корню с узлом плюс. Ну, если посмотреть повнимательнее на варианты 1 и варианты 2, ну, они, конечно, эквивалентны с точки зрения вычислений, но вариант 2 отличается от варианта 1 другим каким-то порядком некоторых строк. Некоторые строки здесь перемешаны. Ну, причем, конечно, перемешаны таким образом, чтобы сохранить корректность результата. На что это может влиять, перемешивание строк? То есть другой вариант упорядочивания. На что он может влиять? А вот я сейчас на это посмотрю повнимательнее. Итак, слева у меня показан вариант 1, а справа показан результат работы алгоритма Штаркмана, то есть результат распределения регистров для вот этого вот кода. Вот здесь вот каждый столбец озаглавлен ячейкой. Т0, Т2 и так далее. Ну, и дальше идут... Каждая строка — это, собственно говоря, номер команды. Итак, посмотрю-ка я на Т0. С ним есть какая-то странность. Вот я пишу в нулевой строке. Т0 равно А умножить на Б. Это первое вычисление, которое делается в этом коде. И можно посмотреть теперь на строку 12, вот где последний раз используется Т0. Я надеюсь, что понятно, почему вот здесь вот в таблице справа последний красный квадратик все-таки заканчивается не на 12-й строке, а на 11-й, потому что в 12-й я все-таки могу уже переиспользовать, я об этом уже говорил, этот самый Т0. Но Т0, по сути, всю дорогу у меня занят. Та же самая история с Т2. Т2 занят вон там до строки 8-й и так далее. А можно ли как-то перемешать эти строки, чтобы получился более интересный результат? Можно. Вот тот же самый алгоритм Штаркмана, но результат совсем другой. Вместо шести регистров... Кстати говоря, я об этом не сказал, но я все-таки вернусь. Как узнать, сколько регистров требуется для этой программы? Можно посмотреть на максимальную ширину этих квадратиков. В какой строке она достигается? В пятой строке. Вот это и есть то количество регистров, которое потребуется. А здесь максимальная ширина всего два квадратика. И, в общем-то, кому предъявлять претензии? К какому алгоритму? Или это алгоритм Штаркмана сработал неудачно? Да нет. Во втором случае он сработал очень хорошо. Тут вывод простой, но очень важный. Алгоритм распределения регистров, какой бы он ни был замечательный, это еще не все. Для того, чтобы алгоритм сработал хорошо, команда иногда приходится переупорядочивать. Поэтому один порядок может, собственно говоря, давать один результат, другой совсем другой. Как вообще сделать так, чтобы было хорошо с точки зрения порядка? Вот она, общая идея. Вот на нее я предлагаю посмотреть повнимательнее. Есть некий пример. x под x, есть в степени x, умножить на y плюс z. Вот справа показан даже граф, который ему соответствует. Есть какая-то корневая функция умножить, операция. И вот у нее есть левый оперант выражения под дерево какое-то и правый. И вот я задаюсь следующим важным вопросом. А в каком порядке мне лучше вычислять вот эти аргументы, операнды, вот эти под деревья? Попробую сначала один порядок, а потом другой. Вот слева в колонке я как раз в исходном порядке вычисляю это самое выражение. x под x умножить на y плюс z. Я начинаю с x под x, с этого аргумента. Естественно, мне нужно сначала транслировать листья, а потом двигаться постепенно к корню. Итак, я начинаю с x, который стоит в exp. Я пишу, что, ну, наверное, нужен r1. Я считаю от единицы. r1 равно x. Итак, r1 у меня содержит вот эту величину x. Дальше я делаю exp от r1. И замечаю, что теперь я могу переиспользовать r1. r1 равно exp от r1. Замечательно. А теперь я приступаю к второму подворожению. Ну, для r2 нужен регистр. И для r3, в смысле, для y нужен r2 регистр. И для z нужен r3 тоже регистр. Ну, никак тут одним не обойдешься. А вот когда я складываю их, я могу переиспользовать один из этих регистров. То есть r2 равно r2 плюс r3. И, наконец, я их перемножаю. Раньше, что у меня был сохранен r1, результат вычисления exp от x. И получается, что мне требуется здесь три регистра. А теперь я сделаю немного иначе. Я начну вычислять с того подворожения, которое требует для своего вычисления большего числа регистров. Я видел, что для x под x мне хватило одного регистра. А для y плюс z, ну, вот можно снова посмотреть. r1 равно y. Это я справа смотрю в столбце. r2 равно z. r1 плюс r2. Третья строка. Вот здесь я затратил два регистра. Дальше я пишу r2 равно x, переиспользую r2 и перемножаю их. А вот теперь мне потребовалось всего два регистра, а не три. Вот как раз основная идея есть. То есть идея в том, что лучше начинать трансляцию с того аргумента, с того поддерева или подворожения, которое требует большего числа регистров. И тогда в другом подворожении, которое требует меньшего числа регистров, мы сможем вот те регистры из большего числа, которые были, переиспользовать. То есть из первого подворожения. Вот здесь мы, собственно, и переиспользовали эти регистры во втором столбце. Ну что, как эту идею теперь оформить более, так сказать, строго? Вот есть то же самое дерево. Оно показано справа. И первое, что я замечаю, у меня тут есть a, b, c, d, e, f. Вот эти вот все переменные. Это аргументы, которые поступают на вход операций. И я считаю, что эти переменные заданы где-то отдельно. Это какая-то отдельная память, и мне не нужно для нее выделять регистр. Если это так, если у меня узел дерева, его вычисление, результат его вычисления, его не нужно сохранять в регистре, то я считаю, что некая функция, я называю ее функцией порядка p, это как раз и есть число Ершова, для данного узла равна нулю. Вот как раз здесь. Я не указал, что у всех вот этих вот букв, у всех этих переменных p равно нулю, но считаем, что это так. А теперь я смотрю на, вот я сейчас смотрел на k и l, а теперь смотрю на узел, который потребляет эти величины. И я руководствуюсь теперь другим правилом для вычисления функции порядка p, или для вычисления числа Ершова. Число Ершова, еще раз, чтобы было понятно, определено для каждого узла дерева. Итак, здесь у меня другая ситуация. Я считаю функции p от аргументов, и если эти функции равны для каждого аргумента, то для этого узла, в который они входят, вот эти аргументы, p от k равно p от какого-то аргумента плюс 1. То есть в моем случае обе k и l равны нулю, и, собственно говоря, 0 плюс 1, 1, все понятно, да, вроде бы как. Двигусь дальше. Та же самая история. Опять единичка из нулей образовалась. Далее у меня небольшое изменение. Теперь у меня оба аргумента с p содержат единицы, и единица плюс единица, двойка. Ничего сложного. Та же самая история с i и j, снова единица. А вот теперь новый нюанс. У меня аргументы имеют разные значения функции p. Что делать? А сделать можно следующее. Найти просто максимум от их p у каждого аргумента, и именно этот максимальный вариант и будет результатом, то есть p для результата. В моем случае это будет 2. Максимум из единицы и двойки. Я теперь для данного узла записал двойку. И таким образом я все это повторяю. Что вообще дает функция p? Если посмотреть повнимательнее, это очень важная, очень полезная функция. Она дает минимальное число регистров, которые требуются для вычисления по дереву выражения. Вот там, где у меня корень указан, в самом низу, там тоже стоит 2. Это означает, что для всего дерева потребуется всего 2 регистра. Далее. Это пока что только функция p. А как мне упорядочить команды? А это как раз самое простое. Я обхожу граф в глубину от корня, и для каждой бинарной операции первым делом генерирую код для того аргумента, который имеет наибольшее значение p. Вот и весь алгоритм. И все вроде бы хорошо, но, как всегда, не без нюансов. В частности, для дерева все это замечательно работает. Я могу говорить об минимальности затраченных регистров. А вот для циклического графа это уже НП полная задача. Планирование с точки зрения распределения регистров. И здесь уже, конечно же, минимальность не гарантируется. Но это не значит, что все равно, собственно говоря, что нельзя использовать этот самый подход. То есть еще раз, что важно здесь, я хочу подчеркнуть. В учебниках можно найти то же самое число Ершова. Чаще всего говорят не число Ершова, а число сетей Ульмана и их алгоритм. Спустя 12 лет после этой статьи Ершова вышла работа с сетей Ульмана. Вот как раз они переоткрыли этот алгоритм. Потом, кстати, в поздних статьях они добросовестно сослались на работу Ершова. Но что тут все-таки, в чем нюанс? Как это написано в учебниках по компиляторам современных, это как раз вариант сети Ульмана. И там просто сказано. Вот если у вас арифметическое дерево, вы можете распределять для него регистры. И показан вот этот примерный алгоритм. Но у Ершова идея как раз в том, что вы сначала делаете нумерацию значений, получаете граф, и он может быть уже, естественно, произвольным, а только циклическим, не только деревом. И дальше вы используете упорядочивание с помощью числа Ершова и обхода как раз с использованием максимального П. И почему-то в учебниках об этом не пишут. Хотя это очень изящное решение. Пусть оно не всегда оптимальное, но вот эта связка работает хорошо. Ну что ж, о чем осталось поговорить? Подвести итоги только. Итак, сегодня, конечно, была целая обойма из алгоритмов из прошлого. Хотя они и просты, я предполагаю, что, конечно, не всегда так вот сходу легко их воспринять. Я предлагаю еще раз провести их ревизию. Что было? Во-первых, синтактический разбор арифметического выражения в таком интегрированном виде для ПП-2. Потом для ПП-2 тоже распределение регистров на линейном участке, алгоритм Штаркмана. Далее, схема Конторовича. Это как раз вот эти замечательные графовые преобразования на основе правил переписывания для упрощения, для преобразования программы и так далее. Затем, нумерация значений и, собственно говоря, планирование команд для экономии регистров. Вот на этом алгоритме я и завершил, собственно говоря, свое изложение основное. Ну, по сути, многие этапы компилятора здесь таким образом с помощью вот этих алгоритмов представлены. Ну и я могу задаться вопросом риторическим, достаточно ли этого, чтобы написать небольшой компилятор. Пусть модельный. Может быть, кого-то я в этом плане мотивирую. Ну и совсем уже последняя вещь сегодня о важности обращения к первоисточникам. На мой взгляд, это очень важно. Но вам не обязательно тут слушать меня. Вот есть замечательные компиляторщики-исследователи. Очень авторитетные. Во всем мире, собственно говоря, о них знают. Купер и Тортсон. Они, кстати говоря, написали замечательный и учебник по разработке компиляторов. И у них есть курс по такому вот продвинутому построению компиляторов. Вот здесь я привел небольшую выдержку из их курса. Что интересно, каждую свою тему они сопровождают большим количеством исторических работ. Те, которые, собственно говоря, что-то такое впервые предложили. Или где был очень оригинальный подход, который сегодня, может быть, мог бы использоваться, если бы о нем хотя бы знали. Ну вот можно посмотреть, какие здесь работы. Здесь есть работы 1994 года. Вот я смотрю далее. 1981 года. А вот я выделил далее. 1962 года работы. И, кстати говоря, фамилии такие интересные. Лавров и Ершов. Это советские исследователи. И они тоже, естественно, внесли вклад в теорию компиляции. И очень приятно, что Купер и Тортсон это дело отметили. Но какими бы ни были авторитетными Купер и Тортсон, у них нет доступа к непереведенным источникам. К источникам на русском языке. И поэтому, мне кажется, очень важно познакомиться поближе, поднять вот эти вот забытые источники и все-таки в деталях разобраться, что же собой представляла та самая утраченная, конечно, компиляторная школа той вот эпохи советской. 50-е по 70-е годы. Ну что ж, я на этом заканчиваю. Всех благодарю за внимание. Предполагаю, что доклад был непрост к восприятию, поэтому очень рад, если вы, собственно, дослушали до конца. Еще раз спасибо. Да, спасибо. Очень классный доклад. Его надо будет пересматривать обязательно, потому что сразу в мозг все не впитывается. Что я хотел сказать? А, да, у нас время-то закончилось, поэтому ни на какие вопросы мы сейчас ответить здесь, прямо здесь в эфире не успеем. Но я всех приглашаю в дискуссионную зону. Там говорят, где это должна выплыть большая, крупная кнопка, по которой можно тыкнуть и пойти в Zoom. И там пообщаться с Петром, ну и со мной я там тоже буду. Так что все в Zoom. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.